Я знаю одно, в Кадыровской Чечне, как вы говорите, я мясо ем каждый день, а когда была Ичкерия, у нас даже муки не было, а чай делали из сахара, жгли на печке и горелый сахар использовали как чай. И самое парадоксальное, если бы я туда пришел бы сейчас, дал бы им шанс вылизывать меня, они бы стали вылизывать меня. Это такой контингент людей. Адмирал Колчак еще когда-то сказал про не трогайте кучеров, артистов и еще одну категорию, древнюю профессию. Они служат любой власти. Но это, конечно, неприемлемо. Какие могут быть гарантии от Рамзана Кадырова, конечно, я никогда не поверил бы никаким гарантиям, никаким их словам. Тумсо говорил с Чингизом. Я напомнил ему о том, чтобы они дали комментировать и лайкать видео. Если на комментарии ему было что сказать, то про лайки ничего не ответил. А на комментарии ему было что сказать. Интересно, что ему было сказать? Что он сказал на это? Типа не хотят, чтобы всякие больные люди писали все, что им в голову приходит. Мат и тому подобное, наверное, я имел в виду. Интересно, но мне тоже не хочется, чтобы мне писали всякие больные люди. И для этого существуют фильтры, которые фильтруют матерные слова. А для этого существуют модераторы, которые должны следить за этим. Представь себе, ты сейчас говоришь, я вот не хочу, чтобы у меня там что-то плохое писали. И тем самым ограничиваешь людей, не даешь им высказывать свое мнение. Если ты уже начал этим заниматься, то приложи к этому усилия. Тем более, если я один, не имея там никаких иных, никакой команды модераторов, никакого государственного финансирования, ничего, я умудряюсь это как-то контролировать, там, отсеивать, следить за этим. То какая проблема целому государственному телевидению устроить вот эту вот модерацию своих комментариев? Мы прекрасно понимаем, почему они не дают писать комментарии. Потому что действительно люди, конечно, будут выражаться, ну, очень грубо, наверное, под их видео, потому что, ну, люди вот настолько их любят. И они это прекрасно знают. И им просто нельзя, нельзя им показать, насколько люди их любят. Понимаете? Представляете, все увидят эту ненависть, все, что им пишут. А взять, например, организовать там с помощью своего административного ресурса лайки и хорошие комментарии, ну, они смогут это сделать на один ролик, на два, а постоянно они не смогут этого делать. Поэтому они этого никогда не сделают. Мы-то понимаем, что людей, показывающих, как Рамзан унижает свои земляков, волнует не то, о чем они говорят. Просто они любят чужое мнение, которое не их пользует. Да дело не в том, что они там не просто не любят, это как-то мягко сказано, не любят. Это, ну, это фатально для них. Представляешь, это вот вся их деятельность, она как на ладони. Каждый человек сможет зайти и посмотреть, что народ думает об этих вот товарищах, об этой власти, об этом ЧГТРК. Но это им нельзя, это, конечно, большие для них будут упущения. Так, видел ли ты видео на Эхо Москвы комментариями Максима Шевченко в твой адрес, твой коммент? Да, кстати, я видел это видео, как раз хотел сделать об этом публикацию у себя в Телеграме, но, к сожалению, я что-то не смог этот ролик скачать, чтобы его обработать. Я, наверное, чуть позже это сделаю. В своем прощальном, да, видео моем, я так, когда я говорил, что на Эхо Москвы меня назвали радикалом исламским, и что я бы хотел, чтобы там люди авторитетные для Эхо Москвы, имеющие на них влияние, чтобы они как бы разъяснили им, что такое вообще исламский радикализм, и что не каждый мусульманин является, соблюдающий мусульманин является радикалом. Я когда это говорил, я даже не ожидал, что это произойдет так быстро, и что этим человеком, кто будет отразнять, будет Максим Шевченко. И, ну, я был, конечно, приятно как бы удивлен тем, что он, по крайней мере, я, конечно, не совсем, что он говорит, согласен, да, я вообще, в принципе, его такой стиль, когда он всегда пытается говорить в таком формате, что вот и царь как бы хороший, и Тумсо тоже как бы хороший, а вот там есть какие-то люди плохие, то есть он применяет такие вот приемы такой дипломатии, наверное. Ну, по-разному это могут люди оценивать. Мне это, честно говоря, не нравится, такое мне тоже не нравится. Конечно, я предпочитаю, когда люди либо, если уже начали говорить, то говорят, а если не могут говорить, то молчат. У меня такая позиция. Но разные люди там, сколько людей, столько и мнений. Но я благодарен Шевченко за то, что он как бы вот этот сам момент радикализма он разъяснил, и он очень ясно высказался, сказал, что Тумсо никакой не радикал, конечно же, была ошибка. Ну, и там много еще лестного он в отношении меня сказал, поэтому в этом плане я ему, конечно, благодарен. И я надеюсь, что это, ну, эхо Москвы и те, и Сванидзе там, и ведущие этой передачи, в которой были эти слова про меня сказаны. Я надеюсь, что они прислушаются и впредь такого больше там не повторится. Очень на это надеюсь. Тумсо, если при личной гарантии Рамзана, как говорит Шевченко, в твоей безопасности, ты готов подумать о возвращении на родину с уважением к тебе? Конечно, нет. Какая может быть гарантия? От таких людей не принимаются никакие гарантии. Это понятно, что им нельзя доверять. Я понимаю, когда Шевченко говорит, он как бы... Я же говорю, Шевченко, он такой вот пытается применить вот это вот чудеса вот этой дипломатии, как бы усидеть на двух стульях. И вы вот обратили внимание, как он мягко всё выражает. Он уже вот тех людей, которых Рамзан отстранил, он их критикует, да, как-то негативно о них высказывается, но не высказывается ни о ком, кто сегодня у власти. То есть он уважительно высказывается о Джамбулате Умарове, он уважительно высказывается о Даудове, Магомеде, там, о Лорде, разумеется, там, о Рамзане Кадырове, да, уважительно говорит. То есть про тех людей, которые у власти, он всегда говорит хорошо. У него такая тактика, он никогда личности не критикует, он критикует явления. Он может критиковать власть в целом, какие-то явления, но никогда личности не критикует, ответственные за эти проблемы. И вот в том, что он говорил, если Рамзан дал ему гарантии, но Шевченко должен как бы так говорить, чтобы усидеть на этих двух стульях. Но это, конечно, неприемлемо, какие могут быть гарантии от Рамзана Кадырова. Конечно, я никогда не поверил бы никаким гарантиям, никаким их словам и ни в коем случае не вернусь. Тумсо уже, я вам точно одно скажу, вот в эту Кадыровскую Чечню Тумсо не вернется, иншалла. Тумсо видел, Джамбулата Магнитогорский играет, он четко на камеру, да, видел? Это вообще, конечно, супер, у него было выступление. Вообще, Джамбулат с каждым разом, он все перепрыгивает эту планку, он сам ставит вот эти рекорды. В этот раз он там аж в душу, в помыслы Кадырова залез, он прям, он говорит, с каким сердцем об этом там говорил Кадыров. Ну вообще, я говорю, мне, честно говоря, меня не злит этот человек, он меня смешит. Когда я его смотрю, мне бывает весело. Откуда у тебя столько информации? Ну, я работаю, я работаю, ко мне стекается информация, у меня есть обратная связь, я слежу, я читаю. Когда ты занимаешься какой-то деятельностью, соответственно, ты и получаешь необходимую тебе информацию. Ты сам работаешь или есть помощники? Ну, я работаю я сам. Помощники, в каком смысле помощники? У меня нет людей, которых можно назвать, что они работают со мной, сидят на зарплате у меня. Нет, но в то же время все те люди, которые мне предоставляют информацию по обратной связи, они мне помогают, это мои помощники. Вы все, люди, которые меня смотрят, которые комментируют, это есть мои помощники. Так, я не хочу это зачитывать, тем более комментировать, Пушкин, Али. И подобные вещи, как бы, оскорбления здесь нельзя. Я тебе сейчас делаю предупреждение, не пиши подобных вещей здесь. Никого здесь нельзя оскорблять. Даже если эти люди меня оскорбляли, здесь, в моем эфире, нельзя их оскорблять. Это пускай остается там на их совести, то, что они там говорят. Саламу алейкум. Скажите, по какой причине вы покинули Грузию? Алейкум ассалам. По той причине, что Грузия отказала мне в предоставлении убежища. И на этапе Министерства по делам беженцев, и затем обжалования в суде, тоже было поддержано это решение. Грузия объявила меня персоной нон-грата, то есть противоречащей там интересам государства. Ну, я, в общем, вынужден был оттуда уехать. Томсо, подскажи, пожалуйста, можно ли отделиться от России без больших потерь, как это было в прошлые две войны? И сможет ли Чечня существовать без российской власти? Алейкум ассалам. Мерседес АМГ. Можно ли отделиться от России без больших потерь? Я тебе не могу на это ответить. В теории это, конечно, можно, как бы, но в реальной жизни я не знаю. А вот сможет ли Чечня существовать без российской власти? Ну, конечно, сможет. Алейкум ассалам алейкум. Расскажи нам про себя. Где ты учился? Ты очень грамотный человек, хорошо говоришь на русском. И еще вопрос, откуда у тебя столько информации? Ты сам работаешь или есть помощники? Алейкум ассалам. Рассказать про себя, где я учился? Я учился, ну, в школах я учился самых разных, но основное время, где-то с пятого, наверное, по... Да, с пятого по восьмой, включительно, класс. Я учился в сорок первой гимназии на против Динамо. Поэтому я, как бы, считаю, что это, наверное, это официально основная школа, в которой я учился. Вот. Что касается русского языка, ну, я родился, вырос в Грозном, а те люди, которые, коренные грозницы, они, у них никогда не было проблем с русским языком. Потому что было очень много русских людей вокруг, и... Ну, я никогда не встречал грозница, который бы плохо говорил на русском языке. Я просто никогда его не встречал. Я имею в виду, грозница не который, там, сейчас, там, родился при Кадыровых, там. Это уже совсем другая история. Я имею в виду, тогда, восьмидесятые, которые родились. Все говорят хорошо, и до восьмидесятых, разумеется. Все говорят хорошо на русском языке. Откуда вы... Так, ассаламу алейкум, думсом, брат. Брат, пожалуйста, скажи, что ты думаешь о слухах, что Кадыров хочет земли Дагестана забрать или оккупировать. Алейкум ассалам. Я думаю, это чушь. Салам, брат Кадыров говорил, что Ахмата убили Имадаева. Это правда? И почему уничтожили Имадаева? Нет, это неправда. Кадыров прекрасно знает, кто убил его отца. И он знает, что это не Имадаева, поверьте мне. Патриот Украины. Привет, Тумсо, что думаешь про режим в Туркменистане и их диктаторе? Привет. Привет. Честно говоря, он у меня вызывает смех. Этот их диктатор, то, что он там вытворяет. Это смешно. Брат, даже если я не могу светиться в плане поддержки тебе, тебя знай, мы с тобой. Держись и береги себя. Питаюсь светом твоих выпусков. Амин, амин, Аллах, Искалил. Барак Аллаху, фиг, брат. Пусть Аллах воздаст тебе благом. Это Тумсо, каратисты, это Адам Шахидов. А Джамбулат Умаров, между прочим, всегда питается светом мудрости Рамзана. Да, я знаю, я в курсе. Саламу алейкум, брат. Я очередной человек, который питается светом твоих эфиров, как и Джамбокс, который тоже, оказывается, питается светом мудрости Падишаха. Я-то думал, что он такой плотный, чересчур, оказывается, питался чем надо, и протеины не нужны. Долго он будет сидеть на своем кресле. Алейкум ассалам. Но если это будет зависеть от него, то, наверное, да, он долго посидит. Но не исключено, что он допустит какую-то фатальную ошибку. Хотя, честно говоря, я ему этого не желаю. Мне, наоборот, хотелось бы, чтобы он там подольше был и радовал нас своими вот этими пламенными речами. Потому что на их фоне как бы он... Ну, он интереснее смотрится, его... Его бывает смешно смотреть все вот эти его высказывания, чем слушать вот этих вот людей, которые не могут два-три слова связать. Там... Вот эти вот... Просто мерзко бывает этих людей слушать. А этого можно послушать и посмеяться над тем, что он говорит. Я знаю одно. В Кадыровской Чечне, как вы говорите, я мясо ем каждый день. А когда была Ичкерия, у нас даже муки не было. А чай делали из сахара, жгли на печке, и горелый сахар использовали как чай. Арс Десиров. Ты знаешь, когда в Америке была гражданская война между Югом и Севером, и, по-моему, Линкольн, по-моему, да, это был президент Севера. Вообще, если кто не в курсе, был вопрос отмены рабовладельчества. Север был за отмену рабства, а Юг был за то, чтобы рабы были. Они использовали афроамериканцев в качестве рабов. Это, кстати, было все не так давно, это было отменено в Америке. Президент Юга, я не помню, как его звали, он предъявил такой вот аргумент, какой ты сейчас предъявил. Он сказал, наши рабы живут лучше, чем ваши рабочие. Разница какая была, там были рабочие, то есть им платили за то, что они могли в любое время уволиться. Ну, это обычные рабочие. А здесь рабы были, которые принадлежали в качестве собственности и их просто кормили. И вот он говорит, наши, говорит, рабы живут лучше, чем ваши рабочие. На что Авраам Линкольн сказал свои знаменитые слова. Что-то я еще не встречал ни одного рабочего, который хотел бы стать рабом. Удивительно то, что ты хуже, чем эти рабочие. Даже не так я неправильно выразился, не то, что хуже, они-то нормальные люди. В тебе нет того достоинства, которое было у этих рабочих. Ты не понимаешь, что то, что ты ешь мясо, мясо, как ты говоришь, ты его ешь, будучи рабом. А лучше для любого достойного человека лучше есть мушмолу, хамч на чеченском языке, хамч, о котором говорил Дудаев, лучше есть хамч, будучи свободным человеком. Я желаю тебе есть мясо каждый день, Арс. Кушай. Кушай каждый день и радуйся этому мясу. Многие братья думают совершить хиджру в Турцию, почему ты туда не поедешь или ты там был и не стоит туда. Разъясни, брат, это актуальный вопрос. Алейкум ассалам. Путник, если кто-то хочет как бы перебраться в Турцию и туда жить, я не могу сказать, что это плохая идея. Это нормальная идея. Турция это нормальная страна и переезжать туда на ПМЖ это нормально. Я никого от этого как бы не отговариваю. Но вы в то же время люди, проживающие в России, вы должны понимать, что поездка, просто поездка в Турцию это уже повод для российской вот этой правонарушительной системы возбудить на вас уголовное дело по 208 части 2 участия в НВФ. То есть очень много людей, которые просто поехали в Турцию и на них возбудили уголовные дела якобы они в Сирии. Поэтому здесь просто нужно оценить вот эти риски. Вы должны это понимать. Да, конечно, с другой стороны вы можете сказать, ну, можно поехать и в Новую Зеландию, а они возбудят уголовное дело, что ты в Сирии. Да, это возможно. Но просто в случае с Турцией тебе потом будет, ну, мягко говоря, очень сложно, если не невозможно доказать, что ты там не был. Очень сложно будет. И помимо России, потом ты после Турции куда бы ты ни поехал, в какую бы страну ты ни поехал, любая иная страна точно так же будет на тебя смотреть с подозрением, что ты уже якобы там был. Они это будут считать практически доказанным фактом. Поэтому вот этот момент как бы оценивайте и сами смотрите. Я никого не хочу от этого отговаривать. А в моем случае, ну, для меня Турция это вообще закрытый вопрос. Если бы я туда хоть ногой вступил бы, то я бы уже никогда не смог бы доказать, что я не был никогда в Сирии. Поэтому Турцию я даже близко к этой границе не подъезжал с Турцией, чтобы не дать России вот этот вот повод утверждать, что я якобы был в Сирии. Это в моем случае это невозможно. Ну, а вас я как бы от этого не отговариваю. Тот, кто хочет ехать в Турцию, это страна отличная. Я люблю эту страну. Это, наверное, сегодня по климатическим условиям, по географическим условиям, это, на мой взгляд, это самое такое идеальное место на этой земле, где можно очень комфортно как бы проживать. Но есть определенные проблемы с этим местом. Так, Тумсо, салам алейкум, в своих видео ты говоришь, что вот как хорошо все в Европе и плохо в России. А не противоречат ли либеральные ценности твоим религиозным взглядам и почему спокойнее живется там? Ва алейкум ассалам. Во-первых, в своих видео я никогда не говорил, что вот как хорошо все в Европе. Я никогда вообще не говорил о Европе, потому что я никогда, кроме Польши, нигде в другой Европе не был. Я всегда сравнивал польские какие-то конкретные моменты с Кадыровской Чечнёй. Вот я это всегда подчеркивал. Я сравнивал заправки, заправочные станции, я сравнивал здравоохранение. Это конкретные примеры. И если, допустим, что-то в этой же Польше что-то, например, противоречит, как ты говоришь, моим религиозным взглядам, то это не значит теперь, что все благое, что есть в этой стране, теперь тоже надо перечеркнуть. Почему вы считаете, что если тебе что-то не нравится, значит, ты должен все забраковать, а если тебе что-то нравится, то ты должен все это оправдать. Нет. Есть минусы, есть плюсы. Я показываю, сравниваю конкретные моменты, какие-то отрасли жизни, какие-то там факторы, конкретные. И показываю, и доказываю. И не говорю, что это вот все вот так вот плохо и все. Я говорю, что нет проблем сделать так же хорошо. Я показываю, что это возможно, что это нужно просто захотеть. Это не нужно изобретать велосипед, не нужно садиться в формулы там какие-то, вычислять, какие-то задачи решать. Не нужно. Нужно просто взять там, где уже сделано, и просто реализовать у себя. И все, будет счастье. Вот для чего это делается. А не для того, чтобы там просто огульно рассказать, что вот здесь все плохо. Это элементарные примеры. Это освещение, освещение каких-то вот моментов, каких-то плюсов, минусов. Это не значит, что, например, в той же Польше, и тем более в европейских странах, нет минусов. Они есть, конечно же, есть. Будет тема, я буду и это освещать. Сейчас у меня другая тема. Меня волнует, меня не волнует то, что в Европе, меня волнует то, что у меня в Чечне. В Европе здесь это не мое, не моя страна. Здесь есть свои граждане, они разберутся. Они должны решать вопросы здесь. А я решаю вопросы там, у себя. И я показываю, что как нужно сделать, чтобы там было нормально. Вот и все. Брат Томсо, видел твой ролик, где ты отвечал этому иллюзионисту с ЧГТРК, очень четко все ему пояснил. Но думаю, что у него не хватит мозгов это понять и принять. Или не захочет это осмыслить. Его же цель заработать очки перед падишахом, а то в нем нужды не будет. Не даешь ЧГТРК иллюзионировать. Моя цель моего ответа, это наверное, вообще как бы не было у меня такого намерения дать ему там что-то осмыслить. Я не для этого, у меня даже такой надежды нет и намерения даже нет. То есть, я это делаю не для него. Я прекрасно понимаю, что это за человек и какую работу он выполняет. это делается для людей, которые слушают его, слушают меня. Огромное количество есть молодежи, которые молодые в годах и дурные в умах. И мы не в состоянии сами эти вещи как-то оценить, о них поразмыслить, сделать правильные выводы. Им нужно помогать, нужно как-то разъяснять эти моменты. Поэтому это делается для людей, чтобы не только для молодежи, те, кто понимают, просто, чтобы увидели, порадовались. Кто-то вспомнил, если забыл, кто-то узнал, если не знал. То есть, это делается для людей. То, что там эти люди, что-то у них там исправится, у меня нет таких иллюзий. Я просто, ну, я очень хорошо знаю, что это за люди. Я знаю, что за работу они делают, почему они ее делают, насколько они лицемерные. Я знаю, что приди завтра на это место другой, любой другой человек, эти люди будут точно так же вылизывать его, и самое парадоксальное, если бы я туда пришел бы сейчас, и вот, допустим, я бы их, дал бы им шанс вылизывать меня, они бы вылизали вылизывать меня. Это такой контингент людей. Это вот то, что адмирал Колчак еще, да, когда-то сказал про, там, не трогайте кучеров, артистов и еще одну категорию, там, древнюю профессию. они служат любой власти. Это ведь не значит, что все, на самом деле, и среди любой из этих категорий есть достойные люди, ну, среди древней профессии вряд ли, но я имею в виду, есть те люди, которые не будут служить, принципиальные есть. Но основной контингент, как бы, он такой, прогибается под любую власть. Вот это такие люди. Субтитры создавал DimaTorzok